Если происходит состояние в определенной группе, когда ясно и понятно, что двое не ладят, третий может помочь? Это желательно? Или оставить их? Пусть разбираются. Все это зависит от того, в каких состояниях развития они находятся. Если люди находятся на первичных этапах развития, они просто не поймут, о чем ты говоришь. Они не могут себя пока что отделить. Любящий, ненавидящий, разные состояния, в которых он может находиться. Человек пока еще не понимает. Он тебя слышит. Ты, видимо, что-то такое говоришь, но у него таких вещей нет. Он пока еще себя не поделил на части. Ну и что тогда делать? Он как младенец. Плачет, смеется. Все. Он не собран из множих состояний. Он не может видеть себя со стороны. Насколько мы в пути становимся все более и более соотносящими свои действия с Творцом, мы видим себя все более сложно устроенными, все более приводимыми в действие. Поэтому то, что ты спрашиваешь, можно ли к двоим подойти, которые все время в спорах, противоречиях, и помирить их, в зависимости в чем. Ты всегда можешь сказать, друзья, эти вещи не принято делать в нашем обществе, и все. Должны прийти к какому-то объединению. Неважно к какому. Если вы не можете восполнить любовь над ненавистью, то хотя бы, по крайней мере, таких, в общих фразах таких. Но затем мы увидим, вообще весь путь внутри этой группы происходит. Все этапы. Они только в объединении. Поэтому, в зависимости от того, с кем ты говоришь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова